Здравствуйте, дорогие друзья! Я в Первопрестольной. Продолжаем общаться на футбольной и околофутбольной темы. Сегодня моим гостем станет футболист, один из, я даже не побоюсь этого слова, любимых моих футболистов начала 2000-х годов, который просто тотальная мега-легенда клуба «Локомотив Москва», того самого «Локомотива», который, к сожалению, сейчас не очень удачно выступил против «Ивентуса», но многие сказали, что на самом деле «Локомотив» может с высокой головой выходить из этих игр. Играли они действительно очень хорошо, не жалко, что проиграли. Так вот, собственно, гостям моим сегодня и по поводу «Локомотива», и по поводу сборной, и по поводу многих других вещей станет сам, единственный неповторимый Дмитрий Сычев. Поехали! Мы с тобой когда общались, по-моему, это было в Петербурге в июне, когда ты играл в матче всех звезд, ты уже тогда сказал, что России по силам хлопнуть Бельгию. Причем так и сказал «хлопнуть Бельгию». Я не отказываюсь от своих слов. Я верю в команду, и сейчас все набрали оптимальную форму. Команда сыгралась, прошла такой путь длинный в отборочном турнире, и, мне кажется, при своих зрителях, я думаю, можем обыграть грозную команду, которая стала третьей на мире. Мне кажется, вполне по силам. И сейчас такое единение царит и в душах болельщиков, и в команде самой внутри, что перспективы радужные. По крайней мере, я верю в это, как и всегда, как раньше. То есть ты тогда был уверен, сейчас уверен, но если смотреть на сборную последние несколько матчей, как она играет, какие у тебя чувства это вызывает? Потому что матч в Шотландии был просто феерический вообще. Показывает, что ребята очень сильно хотят. И хотят не только показать игру, а еще и порадовать болельщиков. Потому что сейчас такая взаимная история, которой не было очень давно. И это настолько классно и настолько приятно, что сейчас наконец-то не хейтят. Футбол и сборную, за которую нужно всегда болеть и поддерживать. Что просто шикарно. И ребята платят той же монеты. И с Бельгией, я уверен, что сыграют. Тем более не давлеет результат. Все хорошо, то есть расслаблено. Посмотрим, кого выпустит Станислав Саламыч. Но я думаю, что будет оптимальный состав. И легко бельгийцам точно не будет. Ты сейчас хорошую такую тему затронул, что не хейтят больше сборную. И сборную опять любят, особенно после Чемпионата мира. А у тебя есть такое, знаешь, может быть, чувство такой доброй зависти? Потому что когда играл ты в сборную, ее просто поносили, как только могли. И ты был чуть ли не единственным светлым пятном, особенно на Чемпионате мира, в этой сборной. И сколько на нее лилось помоев. И вот сейчас этого нет. Тебе так немножко не завидно? Да нет. Если честно, я наоборот радуюсь за ребят. Потому что очень много было до этого негатива. И после Кубка Конфедерации, перед Чемпионатом мира, что это было очень сложно выдержать. И сейчас они своим трудом, своей игрой доказали, что нужно любить. В любом случае, пока не случилась игра, не случился матч, нельзя заранее их уже хоронить. И это все было доказано. Но, к сожалению, у нас очень сильный эмоциональный фон у людей, которые переживают за футбол. И не всегда он объективный получается. Каждый второй тренер. Ну да, 150 миллионов тренеров. Поэтому это нормальная история. Нет, я только радуюсь наоборот. Когда говорят про футбол красиво, что ребята молодцы, это только как бальзам на душу. Никакой завистии абсолютно нет. Слушай, но все же те люди, которые фокусируются на каком-то негативе сейчас в последнее время, или пытаются его хотя бы найти, да. Один из таких моментов, которые часто говорят, что вот Станислав Саламыч не берет молодежь в сборную. В частности, конкретно Федора Чалова. Но с другой стороны, Федя Чалов сейчас перестал забивать из-за ЦСКА. Вот ты в свое время, да, ты получил шанс, как молодой игрок, поехать играть за сборную на чемпионате большом. Как ты считаешь вообще? Может, ему все-таки больше надо опираться на молодежь? Я считаю, что он все делает правильно. У него есть свои правила, которые он, и требования, которые он доносит до игроков. Не важно, он же сколько раз говорил, возраст не важен. Паспорт никто не смотрит. Если ты показываешь игру достойную уровня сборной, выполняя все требования, то тебе никто не будет смотреть в паспорт. Ты будешь играть. Но это же показатель. Также вот и он, по-моему, ответил на пресс-конференции, как раз просто мы были в Нижнем, да, на сборной, почему Федя не играл. И он говорит, давайте закроем этот вопрос, потому что вот есть требования. Баринов вышел, он выполняет эти требования. Федя не вышел, потому что он не выполняет эти требования о тренировках. Вот ответ, который все ждали от Станислава Саламовича. Ну, потому что внутри коллектива никто не знает лучше тренера, как игроки себя ведут. Поэтому он уже все доказал всем. И объективность на первом месте стоит. Поэтому, я думаю, не в этом проблема, что кто-то кого-то не хочет привлекать, молодежь. Молодежь будет показывать результат, будет соответствовать, будет играть. Но, к сожалению, пока вот еще, наверное, не соответствует, раз не играет. А вот те опции, которые есть у Саламовича в нападении сейчас, они тебя полностью устраивают? Потому что, в принципе, нападающих в таких чистых в сборной очень получается мало. Мало, да, мало. Вообще, в принципе, таких ярких молодых футболистов в линии атаки стало таких самобытных, маловато. И вариативность, конечно, оставляет желать лучшего. Потому что, наверняка, на чемпионате Европы будут команды, против которых придется немножко менять систему. Потому что все же друг друга изучают. И нужно какие-то сюрпризы и удивлять. А если у тебя вариативность, мягко говоря, не слишком широкая, и ты заложник одной системы, против которой могут найти ключи команды легко. В этом плане, ну, я думаю, что у нас грамотный тренерский штаб, и он все-таки поймет, как нужно использовать тех или иных игроков в атаке. Как тебе Бакаев? Он недавно сделал как раз свой дебют сборной. Ну, короткий дебют, но участвовал, тем не менее, в голе, который Кипру забили. Вот я как раз сейчас с ним общался. Такой очень скромный паренек. При этом много хайпа вокруг него. Как ты думаешь, у него большое будущее? Ну, мне кажется, большое. И видно, что с головой все хорошо. То есть скромный, работяга. Я просто помню еще, когда был в Акомотиве, мы с молодежной командой тренировались. Было лет семь назад, не помню. И как раз играли против дубля «Спартака». И как раз он там уже выделялся. Видно, что левая нога, все. Пасека, обводка, скорость, резкость. Я так интересно говорю, вот парень неплохой. Я думаю, будущее есть у него. И доказал своей работой. То есть прошел через все ступени. И сейчас зацепился за шанс. Показывает. И видно, что только у него пойдет в прогресс. Не видно, что он может зазвездиться или что-то такое снизить к себе требования. Сейчас он поймал птицу счастья за хвост своим трудом. И можно только порадоваться. И за таких вот ярких, молодых футболистов, которых, к сожалению, не так много. Твой бывший одноклубник Гиля. Вот тут недавно кто-то сказал, по-моему, чуть ли не Овчинников, легендарный босс, что у него сейчас какой-то не лучший период. Ты буквально вот сколько недавно совсем с Гиля писал огромный подкаст, очень, кстати, интересный. Всем обязательно надо его посмотреть, если вы еще не видели. Ты бы мог сказать, что с Гиля сейчас что-то не так? Да нет, с ним все так. Ну просто футбол состоит из ошибок. Но, к сожалению, когда вратарь допускает эти ошибки, они всегда очень видны. Это нельзя сравнивать с ошибкой нападающего, которая не забивает. Потому что это последний рубеж, все. И, естественно, очень остро все переживают, потому что это твой последний оплот, после которого уже ворота пустые. Ну, бывает, никто не идеален. И какой-то говорить сейчас о традиции, ошибок и какой-то череде, ну, я думаю, смешно. Просто так это остро получилось, что Спартак, а потом Ювентус. Я думаю, все хорошо будет, тем более парень он нормальный, с характером. Все это, я думаю, пройдет, все нормально будет. И единственное, что, конечно, вокруг, как всегда, у нас много любителей рассказать, как, чего. И жестко похейтить и потроллить. Но он на это не обращает внимания. И я уверен, что все будет в порядке. А о качестве и квалификации, я думаю, никто не сомневается, потому что номер один в сборной и в «Локомотиве». Ну, и совершенно очевидно его поддерживает на этом бокрище Станислав Саламыч. Потому что он сказал, что менять его не будет. Это очень правильно и, мне кажется, так и должно быть. Ты, собственно говоря, матч Лока-то смотрел против Ювентуса? Да. Оба? Да, оба смотрел. Как ты считаешь, вот просто сейчас очень много идет по этому поводу мнений в интернете. Люди говорят, что, мол, за «Зенит», «ЦСКА» и прочих стыдно, а вот за «Локомотив» не стыдно. Это соответствует действительности такой мнению? Потому что, ну, Лока, по-моему, играл лучше, чем многие другие российские клубы. Ну, если честно, это объективно. Потому что именно по качеству игры, и тем более, ну, не в обиду будет сказано «ЦСКА», «Зениту» и «Краснодару», что «Ювентус» все-таки такая лакмусовая бумажка, выше которой сложно найти проверку. И «Локомотив» две игры играл не просто на равных, а переигрывал «Ювентус». Да, понятно, что результат, к сожалению, отрицательный, но я горд за ребят и просто доволен, что они на равных играют с «Ювентусом». Рональда закрыли на две игры просто. Как такое вообще могло бы случиться? Просто не было его на поле. Ну, Юрий Павлович нашел ключики. Ключики к Рональду. Да, когда мы играли с Португалией, Георгий Саныч не нашел ключики. Вернее, не те ключики нашел. Здесь, конечно, да. Ну, может быть, все-таки подустал Рональду. Не просто ему было против наших, но и плюс ребята пластались от и до. Это, конечно, большого и дорогого стоит, что у Рональда. Он, конечно, может считать это своим голом, да. Ну, а если бы, грубо говоря, Рэмзи не забил, то он бы не пересек линию. Ну, это такой, это правильный эгоизм, да. Никто, мне кажется, Рональду за это не осудит, потому что, конечно, ты хочешь забивать, ты хочешь, чтобы твоя фамилия была на табло и нормально. Ну, я думаю, они друг другу не предъявляли, он не говорил, ты что, не мог оставить мяч, чтобы он сам пересек. Ну, смотри, Сарева потом вообще заменил в конце. Ну, он же объяснил, что это, кстати, очень, мне кажется, правильная история, потому что был фон усталости, и чтобы не получить травму, это было, мне кажется, очень правильное решение его заменить. Но любой футболист, который меняет, у него все-таки эмоции предобладают над разумом. Естественно, он потом наверняка остыл и поговорил с Сарей, что никто никому не хотел делать неприятное. Мне кажется, там конфликта никакого, который сейчас раздувает, нет. Слушай, ну, последний вопрос, прям самый последний. Что ты думаешь по поводу шансов Лока дальше в Европе? То есть, все-таки шансы на либо Европу приличные, ну, там, Байер, правда, выиграл, да, у Атлетика Мадрид. Но, может быть, все-таки смогут они выйти дальше? Ну, я верю в это, чем более, мне кажется, для всех, в принципе, очевидно и понятно, что самым главным матчем будет завыкать этот домашний матч с Байером. Я думаю, они выйдут как на последний бой и обыграют их спокойненько, выйдут в Лигу Европы на весеннюю часть. Я покромирую. Ну, если пригласят, пойду, пока что не было приглашений, что все по телевизору. Локомотив, вы слышите? Как вы можете Сычева не позвать на матч с Байером? Вы что? Ты вот сейчас занялся очень интересной деятельностью подкастерской. Честно тебе скажу, мне очень нравится твои подкасты, они очень душевные. Денис совершенно прекрасный твой соведущий. Как ты вообще к этому пришел? В какой момент ты решил, что почему бы мне подкаст не делать, например? Ну, мои близкие люди просто эту идею сначала придумали, потом мне ее донесли и внушили мне, что нужно все-таки это делать. Я спокойно к этому относился. Я даже не знаю, не могу описать свои чувства. Я не понимаю еще в этом очень сильно, потому что, ну, конечно, можно сказать там не литературно, но что говорить, это не так уж и сложно. Тем более про то, что окружает в том, что ты разбираешься. Я не считаю, что это какой-то труд определенный. Конечно, там у людей, кто это все организовывает, это труд. Ну, мне нравится. Сейчас ты слышишь фидбеки, люди говорят, и ты понимаешь, что действительно, как говорится, зашло. Зашло, и просят еще, еще. Если людям нравится, это, ну, мне кажется, мы понимаем интересные темы, острые, душевные, какого-то негатива. Но не хочется делать, если честно. Понятно, что всем хочется остреньких, горячих тем, но они есть, они присутствуют, но без какого-то, прям, без какого-то негатива. Ну, я так понимаю, ты планируешь делать все-таки платформу для, в основном, бывших и действующих игроков, да? То есть ты с своими, по сути, друзьями, там, бывшими одноклупниками или нынешними одноклупниками будешь просто вот так вот общаться. Ну, мы хотим расширять аудиторию и звать не только бывших и нынешних, и футболистов, мы хотим всех. То есть людей, которым нравится футбол, которые интересны, которые лидеры мнений и которым есть что рассказать. Ну, прежде всего, конечно, о футболе и о их чувствах к этой игре. Казанский не тянет одеяло в сторону английской премьер-лиги, как большой фанат английской премьер-лиги? Нет, нет, он очень корректно, корректно. У нас много тем общих и хоккей, и все остальное. Нет, спокойненько. Конечно, и мне тоже хочется подтянуть одеяло на АПЛ, но все-таки мы считаем, что гость главный. И обсуждение вопросов, которые хочет гость, это самое важное. Ладно, Дим, спасибо тебе огромное. Супер. Ну, надеюсь, что Дима был предельно точен и прав по поводу его оценки наших шансов нашей сборной на Евро и в матче против Бельгии. Матч уже состоится, собственно говоря, в эти выходные. Я на него поеду, так что подписывайтесь, лайкайте, шерьте. Всегда буду рад с вами пообщаться в комментариях. До встречи, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok